Космический автопробег. Первая остановка Самарский университет. Учебное заведение носит имя легендарного конструктора Сергея Королёва. Здесь вспоминают, как новость о первом полёте человека в космос потрясла мир. Эти люди, проходя первыми по пути освоения космоса, освоения новых производств, они сделали такой гигантский шаг после войны. Буквально там прошло несколько лет. Ещё разруху в стране не установили, а они уже в космос устремили всё человечество. На праздник от завода «Кузнецов» собрались молодые сотрудники. Именно им предстоит разрабатывать и испытывать мощные и стратегически важные двигатели. Я уверен в том, что они и дальше с тем же усердием, с той же верой в светлое будущее будут продолжать эту нужную для всего человечества работу. Автопробег прибывает к музею «Самара космическая». На площади Дмитрия Ильича Козлова, знаменитого конструктора, работают выставки технического творчества, дают мастер-класс по живописи. На импровизированное небо каждый клеит свою звезду. Перед этим загадывают желания. День космонавтики для самарцев – повод для гордости. Потому что мы это сделали, а не кто-то другой. Для меня это важно, что мы, а не кто-то. Что мы первые. Да, конечно, мы. Мы везде должны быть первые. Праздник двойной. Музею «Самара космическая» в этот день исполняется 10 лет. Перед основанием знаменитой самарской ракеты торжественно открывает мемориальную доску. Когда-то она уже стояла здесь, как предвестник большого космического символа. И вот теперь снова здесь, как напоминание о достижениях настоящих и будущих. В следующем году у нас на площадке с музеем появятся образцы ракетной космической техники, которые уже побывали в космосе. А это значит, что гораздо большее количество молодых ребят, жителей города, сумеют прикоснуться к высокой научно-технологической продукции, которая умеет выпускать наша страна. Главная достопримечательность музея – настоящая ракета Р-7А. Гостям праздника показывают архивные кадры, как устанавливали многотонный экспонат. Она единственная в мире. Не стоит, не лежит, а застыла в полете. С первых дней существования музей оказался предметом любви к гаражам города, которые сразу начали приносить в дар музею артефакты, связанные с космической историей города, свои истории, свои свидетельства. Здесь настоящие ракетно-космические детали. Больше десяти экспозиций на разные темы. В планах – открытие выставки к чемпионату мира по футболу, а также создание парка космической техники «Союз» на территории вокруг выставочного центра. Олеся Корецкая, Константин Головин. События.